Здравствуйте, друзья! С вами снова Сергей, и сегодня мы разберем задание на аудирование, которое я недавно выкладывал в своем Телеграм-канале. Задание было таким. Нужно было разобрать, что говорит Джордж Клуни в этом отрывочке из интервью. В этом отрывке нет каких-то сложных слов и грамматики, однако на слух, я думаю, воспринимается довольно непросто. Здесь Клуни рассказывает о том, как они пригласили Джулию Роберс, на тот момент очень популярную высокооплачиваемую актрису, фильм «Одиннадцать друзей Овшена». Давайте еще раз поставлю отрывочек, может, со второго раза лучше разберете. Если вам не удалось ничего разобрать или вы поняли только какие-то отдельные слова или общий смысл, не переживайте. Сейчас я подробно разберу этот отрывочек, а в конце поставлю его еще раз. И после разбора вам будет все намного слышнее, намного понятнее. Давайте сначала посмотрим, так сказать, правильный ответ. Тот же самый отрывок, но со всеми субтитрами. Как видите, никаких прям сложных слов здесь нет, однако довольно сложно это воспринимается на слух. Давайте я сейчас сначала разберу весь этот текст в плане слов, грамматики, ну, на всякий случай, чтобы уж точно никаких белых пятен не осталось. А затем разберем, как это все произносится, как Джордж Клуни это все выговаривает и почему это трудно воспринимается на слух. Итак, вот что было в этом тексте. I remember Julia. Ну, здесь, я думаю, все просто, элементарно. Я помню Джулию. I didn't know her. I'd never met her. I'd never met her. Это сокращенно от I had never met her. Я ее не знал. Я ее никогда не встречал. Здесь тоже все очень просто. Смотрите, я сейчас это читаю не так, как Клуни говорил, а специально говорю очень отчетливо и помедленнее. I didn't know her. I'd never met her. She was making twenty million dollars a film. And? Ну, здесь предложение заканчивается на and, он как бы и замахивается на продолжение, и потом следующая часть идет, предложение. Она зарабатывала двадцать миллионов долларов за фильм. Make очень часто используется в значении не только делать, но и зарабатывать, да? Например, make money, зарабатывать деньги. Make и какая-то сумма, зарабатывать какую-то сумму. Дальше. And we wanted Julia to do it. И мы хотели, чтобы Джулия это сделала. Имеется в виду, сыграла эту роль. So, I put, поэтому я положил, a twenty dollar bill on the script. Bill — это купюра, двадцатидолларовую купюру. Script — это сценарий. На сценарий, то есть он ей сценарий отправил вместе с бумажкой в двадцать долларов, вместо двадцати миллионов. And I sent it to her, and I said. И я отправил это ей, и я сказал. Ну, здесь, видите, элементарный просто vocabulary. I hear you get twenty a picture now. Picture — это не картинка, фотка, это кинокартина, фильм. I hear — это примерно то же самое, что и I heard. Я слышал, что ты получаешь двадцатку за фильм сейчас. Можно сказать I heard, но I heard может подразумевать как, мол, до меня дошли слухи, так и я вот буквально физически ухом слышал. А выражение I hear, оно такое разговорное, неформальное, это что-то вроде до меня дошли какие-то слухи. Мол, поговаривают что-то вроде этого. В общем, текст, как видите, довольно простой. Вся сложность в том, как Джордж Клуни это выговаривает, как он это произносит. Он, например, не говорит слова отдельно прям друг от друга. I didn't know her. Никто так не говорит. Он говорит все это слитно. I didn't know her. Более того, там появляются кое-какие эффекты, скажем так, фонетические, где-то на стыке слов или еще где-то какие-то звуки проглатываются, что-то вроде этого. Сейчас я все объясню. Но начало у нас очень простое. I remember, Julia. I remember, Julia. Здесь никаких трюков со звуками нет. Все произносится так, как вы это видите. Затем уже посложнее следующее предложение. Здесь вот какие два момента нужно учесть. Во-первых, в слове didn't не произносится звук т в конце. Это нужно просто запомнить и иметь в виду, что в американском английском слово didn't произносится, как правило, просто как didn't. Там вот этот вот звук т не проговаривается. I didn't вместо I didn't. И затем местоимение her произносится без звука х в начале. Он и так еле слышный, но здесь даже он не произносится. То есть вместо I didn't know her, Клуни говорит I didn't know her. I didn't know her. I didn't know her. I'd never met her. И если вы заранее не знаете вот этих вот фонетических правил, вам будет сложно воспринимать, что там он говорит. Можете не так совершенно это понять. Именно поэтому мы эти штуки и разбираем. Следующее предложение. She was making twenty million dollars a film and... Ну здесь предложение заканчивается на и... Он как бы замахивается, чтобы дальше что-то сказать и потом продолжает. В разговорной речи такое часто бывает. Здесь вот у нас какие сложности. Во-первых, слово twenty, twenty. Ну в школе наверняка вас учили, что нужно говорить twenty, twenty. Но это британский вариант. Здесь у нас американский английский. В американском английском twenty произносится как twenty, twenty. Здесь звук т не произносится. Вообще это очень характерно для американского английского в сочетании звуков н, т. Очень часто, не всегда, но часто, например, в этом слове звук т опускается. Twenty вместо twenty. Некоторые американцы говорят twenty, twenty. Но здесь не тот случай, Клоуни так не говорит. Million. Слово million произносится не в три слога mi-ли-он, да? Как по-русски мы говорим миллион, а в два слога. Million, million, million. Ну и вот это вот сочетание слов dollars a film, dollars a film. Его нужно произносить не отдельно, dollars a film, а слитно, как одно слово. Dollar a film. Ну и предложение у нас заканчивается на союз and. Он как бы переходит к следующему предложению с его помощью. Со словом and связана вот какая штука. В нем в большинстве случаев не произносится звук d. То есть and мы читаем как n. And произносим как n. Вместо cats and dogs мы говорим cats and dogs. Не cats and dogs, а cats and dogs. Давайте теперь весь этот кусочек целиком прочитаем. Сначала прочитаю его с такой средней скоростью. I remember Julia. I didn't know her. I'd never met her. She was making twenty million dollars a film and... Все. Теперь давайте я его произнесу очень медленно. А вы смотрите на вот этот текст внизу и старайтесь говорить его одновременно со мной. Мы с вами немножечко попрактикуемся. Смотрите на текст и говорите вместе со мной. I remember Julia. I didn't know her. I'd never met her. She was making twenty million dollars a film and... Давайте теперь чуть-чуть побыстрее. Смотрите на текст и говорите вместе со мной. I remember Julia. I didn't know her. I'd never met her. She was making twenty million dollars a film and... Теперь давайте немножко ускоримся. I remember Julia. I didn't know her. I'd never met her. She was making twenty million dollars a film and... Хорошо. Следующий кусочек. And we wanted Julia to do it. И мы хотели, чтобы Julia это сделал. Здесь опять же в слове and мы не произносим the. Получается and вместо and. Слово wanted по-американски... В американском английском читается как wanted. 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 Там звук ты не произносится. То есть вместо and we wanted у нас получается... And we wanted. And we wanted Julia to do it. Ну и разумеется, to do it не нужно читать как три отдельных слова. And we wanted Julia to do it. Получается одно слово. To do it. To do it. А не to do it. So I put... Здесь, кстати, после put клонит делает маленькую такую паузу. Ну, может там задумался или еще что-то. Ее не обязательно делать, но он делает. И мы тоже будем делать. So I put a twenty dollar bill on the script. Здесь сложность только в слове twenty. Опять же, это слово произносится в американском английском не twenty, а twenty. Ну и еще одна сложность в том, чтобы все эти коротенькие слова произносить слитно. So I put... Это у нас первый кусочек. A twenty dollar bill on the script. Это второй кусочек. Весь этот кусочек... A twenty dollar bill on the script произносится на одном выдохе. A twenty dollar bill on the script. Там ни единой паузы нет. Не так, что... A twenty dollar bill on the script. Так никто не говорит. A twenty dollar bill on the script. Следующая часть. And I sent it to her, and I said. And I sent it to her, and I said. Здесь у нас куча согласных отвалилась. Во-первых, в слове and, которое два раза, у нас отпадает звук d, это вы уже знаете. Во-вторых, I sent it, I sent it. Здесь не произносится звук t в слове send. Ну, практически не произносится. От него, можно сказать, ничего не остается. То есть вместо and I sent it, он говорит and I sent it. And I sent it. And I sent it to her, and I said. Вместо and I sent it to her, and I said. У нас получается более плавное, более такое, в котором легко слова соединять в один поток. And I sent it to her, and I said. Ну и еще один кусочек. I hear you get twenty picture now. Здесь вот какие сложности. Во-первых, слово twenty, которое нам уже попадалось. Но мы уже знаем, как его произносить. Во-вторых, вот какой момент. У нас идут слова get twenty. Первое слово заканчивается на t, второе на него начинается. Но не нужно произносить это как два отдельных звука. То есть вместо get twenty, get twenty, мы можем как бы один звук t использовать, который будет и последним звуком слова get, и начальным звуком слова twenty. Получится так. Get twenty, get twenty, get twenty, get twenty. Ну, когда я отдельно это говорю, это как странно звучит, но в потоке речи это звучит нормально. I hear you get twenty a picture now. I hear you get twenty a picture now. Давайте вот эту вот вторую часть прочитаем целиком. Сначала я ее с такой средней скоростью просто прочитаю. And we wanted Julia to do it. So I put a twenty dollar bill on the script. And I sent it to her, and I said. I hear you get twenty a picture now. Теперь давайте я ее прочитаю медленно, прямо. А вы смотрите на текст снизу и повторяете одновременно со мной. Проговаривайте, чтобы тоже потренироваться, как это все. С первой попытки, разумеется, не должно получиться. Здесь нужна некоторая практика, но это лучше, чем просто слушать. Очень медленно сначала. Давайте теперь чуть-чуть побыстрее. And we wanted Julia to do it. So I put a twenty dollar bill on the script, and I sent it to her, and I said. I hear you get twenty a picture now. Ну и еще быстрее. And we wanted Julia to do it. So I put a twenty dollar bill on the script, and I sent it to her, and I said. I hear you get twenty a picture now. Хочу еще такой момент отметить. Вот эти все пропуски каких-то согласных, это все не из-за того, что Клуни говорит с плохой дикцией, что он плохой спикер, там, нет, у него прекрасная дикция, превосходная дикция. Это все не особенности его конкретной речи, это все особенности английского языка. В данном случае американского варианта английского языка. То есть другие носители этого варианта английского говорили примерно бы так же. Ну, то есть они тоже вместо I don't говорили бы I don't, например. Теперь давайте я включу этот отрывочек из интервью еще раз. И если вы все проработали вместе со мной, все проговорили вслух, то вам будет намного лучше слышно, что говорит Джордж Клуни. I remember Julia. I didn't know her. I'd never met her. She was making twenty million dollars a film, and we wanted Julia to do it. So I put a twenty dollar bill on the script, and I sent it to her, and I said, I hear you get twenty a picture now. На этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезно, интересно. Не забывайте поставить лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И до встречи в следующий раз.